Всем привет-привет! Меня зовут Женя, гей-инны. Да, ребята, я не гей. Сегодня я хотела снять видео о покупках. Дело в том, что я недавно вернулась из Москвы, я давно не снимала такого рода видео. Я разучилась снимать такого рода видео, потому что я постоянно снимаю влоги. Влоги редактировать легче, влоги снимать легче. И поэтому, наверное, я такая ленивая, снимаю постоянно влоги. И знаете, вот почему-то мне захотелось снять именно такое видео, именно сесть перед камерой, одеться как-то, красиво накраситься и просто поболтать с вами и показать то, что я купила в Москве. Кто за мной следит, прекрасно знает, что с 1 по 4 июня я была в Украине. Я прилетела в Киев, я устраивала встречу с подписчицами. Потом я прилетела в Винницу, там я встречалась со своими родственниками, тоже устраивала встречу с подписчиками, встречалась со своими любимыми подружками, которых не успела снять на видео, показать вам, потому что я не знаю почему. У меня так бывает. Я начинаю очень много разговаривать, у меня столько эмоций, я забываю про камеру. Это бывает очень часто, поэтому, может быть, я мало снимаю все-таки. И это были прекрасные 4 дня. Потом я полетела в Москву, и там тоже начались просто сумасшедшие дни, но очень приятные сумасшедшие дни. Мы жили в одной гостинице с девчонками, с блогерами. Был видео People, был Видфест. Мы 3 дня там тусовались. Да, вы, наверное, заметили мои пакетики. Это Виктория Сикрет. Я специально расставила эти пакетики сзади, мне так показалось очень мило, да? Дело в том, что когда я летела из Киева в Москву, в Дьюти Фри, был отдел Виктории Сикрет. Я сначала мимо него прошла. Я вернулась опять. Я стояла, не знала, что выбрать. Ценивалась, присматривалась, пересматривала все, принюхивалась. И летела в Москву. Когда я прилетела в Москву, я ночами не спала. Я думала об этой косметичке. Хорошо, что я обратно летела опять же через Киев. У меня была пересадка. В общем, я, в принципе, уже такая настроенная была, что я вернусь, и я куплю обязательно вот эту косметику. Розовая полоска, она свела меня с ума. И тем более мне не хватало косметички, потому что я с собой постоянно перевожу там разные-разные бутылочки. Здесь есть зеркало, которое можно поставить вот так на столик и смотреться в него. И либо можно вот сюда его приделать. Здесь есть липучечка, вот так вставляете все. И очень-очень клево. Красивая такая, мимишная. И она набита сейчас всякой-всякой косметикой, аксессуарами и так далее. Я хочу вам сейчас их показать. Я вам показывала во влоге, что мы с Наташей буквально на последних минутах решили поехать в Parfum Selective и посмотреть, что у них есть новенького, интересного. И там я влюбилась в эту расческу. Это Tangle Angel, да. Я знаю, что в загранице эта расчесочка уже давно появилась на прилавках, но в наших странах, как всегда, все с опозданием. Эта расчесочка более такая рельефная, щетинки мягкие. И здесь есть ручка, конечно, в отличие от Tangle Teaser. Также такие щетки придумали для собак. Это тоже очень прикольно. Там такие милые расчесочки, они в другой форме для людей. Вот такие крылья. Есть брелки такие. Следующие два продукта для бровей от фирмы Sen. Я думаю, вы заметили, что у меня брови немного темноваты, но это не от этого средства. Дело в том, что я вчера сделала коррекцию татуаж бровей. В общем, коррекция это почти то же самое, что татуаж. Также все интенсивно, и поэтому у меня брови немного темноваты, широковаты, но они станут намного меньше и намного светлее. И будет это все приятно и гармонично смотреться, поэтому не переживайте. Дополнительно я все равно оформляю свои брови какими-нибудь продуктами, тенюшками, либо тушью для бровей. Американский бренд, который недавно только завезли в Москву. Три цвета. Они универсальны от светлого к темному. Также в этом наборчике, так же как и в Анастасии Баверли-Хиллз. У меня, к сожалению, нет ни одного продукта от Анастасии Баверли-Хиллз. Здесь также идут трафареты различные для бровей. То есть вы прикладываете трафаретик к своей бровке и наносите аккуратно продукт. То есть тени распределяете. Таким образом у вас идеальная ровная бровь. Потом переворачиваете, вторую прокрашиваете. Завершающий этап. Вы можете либо завершить этап, либо просто зафиксировать этим продуктом ваши брови. Это гель для фиксации, который создает такой, знаете, глянцевый эффект бровян. Сейчас это очень модно. Здесь можно увидеть очень мелкие ворсинки, которые дают им дополнительный объем и густоту. То есть мне понравился этот продукт, так как у меня не хватает волос на правой брови. То как бы создаю такой, знаете, неплохой эффект, что якобы у меня есть волосы. Там же я приобрела себе Пав Пав. Самые знаменитые бальзамы для губ, которые не только для губ. Это, знаете, многофункциональные бальзамы, которые используют и для губ, и для лица, и для пяток, и для локтей. Для смягчения, знаете, кутикулы, для волос, для всего. Для всего их используют. Они еще продаются вот в таких огромных банках. Но у меня здесь 2 по 25 миллилитров. Эти бальзамчики на основе экстракта папайя, ну, очень уж они популярны, и их решили усовершенствовать. Ну, я думаю, что полезно иногда делать, знаете, такой мини-ребрендинг продукции, чтобы заново ее раскупали. Желтенькие и прозрачные у меня абсолютно персикового цвета. У меня, знаете, такой розоватый. Это как тинт для губ, щек. Губам он придает такой нежный-нежный розовый пигмент. Даже, знаете, сказать, бледно-розовый. Не слишком ярко-розовый, а бледно-розовый. Следующий скандальный продукт, который я держу в руках, конечно, произвел на меня большое впечатление. Потому что, ну, чего у нас столько не было. И слизь улитки, и пчелиный яд, и яд змеи, и плацента. Все то старье уступает место новому ингредиенту. Свиной коллаген. Да, вам не послышалось. Это сейчас просто бомба в Корее. Женщины в Корее давным-давно, испокон веков, использовали свиной коллаген для лица. Я думаю, что корейская косметика, она пользуется огромной популярностью. Из-за того, что женщины выглядят даже в свои 45 просто офигенно. Вот, ну, признаете же, да? Во-первых, они употребляют коллаген постоянно в пище. Плюс еще постоянно мажут им лицо. Что не исключение, раньше они варили коллаген из свиной шкурки, да? Он жутко пах, он был неприятен. И его наносили на кожу. Не только лица, но и всего тела. Сейчас они, конечно, усовершенствовали это средство. Это секрет Кейф фирмы. Бэйби Пик. Коллаген из свинины. Из свиной кожи, в общем. Здесь 60% коллагена. Можно даже не смывать это средство. Оно впитывается полностью в лицо. Вы чувствуете результат, когда вы наносите. И ощущения, знаете, такие приятные. Это все не эстетично звучит, но зато выглядит довольно-таки приятно. Розовая, милая такая баночка. И запах, я вам скажу, очень даже приятный. Также я решила прихватить 3D-маску для лица. Она, в общем, не из ткани, а из геля, по-моему, эта маска. И также трехступенчатое средство от черных точек. Я еще не пробовала его, но мне очень интересно, потому что его многие хвалят. Еще хочу показать вам очень интересное новое средство для губ. Это средство тоже производят в Корее. Это тату для губ. Вы должны нанести это средство на губы, подождать 5 минут, и затем оно снимается вот так пленкой просто. Когда вы наносите губы очень яркие, и вам кажется, что цвет будет точно такой же яркий, но когда вы уже снимаете это средство с губ, остается просто легенький пигмент на губках. Эффект как от обычного тинта. Здесь, в общем, много разных ухаживающих, питающих ингредиентов. Ну что, ребята, я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok